Говорят, что документы на наш вывод, именно вывод, лежат здесь, на КП, на командном пункте. Но командир этой 49-й армии, генерал этот, который к нам в лагерь приезжал, не дает им хода. Может, там командование наверху вообще про то, кто именно здесь стоит, вообще нахрен не знает. Он там, наверное, не докладывает половины, сколько у него людей вообще осталось. Одна наша машина с вещами, ну, якобы с теми, что у людей вещи повыживали, потому что база вся нахрен выгорела. С теми вещами, что остались, там половину вещей вроде как на Урале увезли уже куда-то туда, там сумки, языки вот такое, кого-кого чего уцелело подальше. Ну, которые вещи с вами были, а не те, в которых в Калхозе остались, да? Которые, конечно, здесь нас выбрали уже половину, потому что в Калхозе не было. Я поняла. Люди тут сбегали, что-то бросали, тут, может, это, место часа осталось. Тут половины ни в чем ходить, они вон в найди, в пул в брошенных домах, шортах и майках лазят. Слух прошел, у нас вчера кипиш был, да, вчера утром с 4 до 5, там, очень шумно было. У нас круговая оборона, мы толком не поспали, не ходили, потому что мало ли что будет, полезутся, полезутся. А потом выясняют, что это пузырь там с каким-то Колей, ублюдочным, нажрались и жанатометами в деревню садили. Коля, он без башен, ему вообще по*** на все, он, это, и над людьми тут издевался. Он, ЧВКшник, когда-то там в какой-то контракте в военной компании работал, у него пуля свистит на лове. Его только комбат в узи держал, а сейчас он на другой позиции, с лимоном и с пузырем, видимо, слабину поймал. В деревне человек, наверное, из 300 человек, человек 50 стариков осталось. Может, я там не был за эти дни, может, хоть в пустые дома. Это со своей х**ой шнелой воды набрались, наверное, до поросячьего виза, раз в 4 утра им приспичивал. О, в е*****ку блоктирнику, которые донимали. Продолжение следует...